приветствую вас на своем канале мы продолжаем играть в игру под названием транспорт фивор за кадром я поработал где-то часа три вот и у нас здесь произошли довольно-таки глобальные изменения давайте посмотрим и начнем сначала ну во первых вот что у нас здесь здесь я немножко изменил расстановку вот этих зданий вот теперь у нас уже вот так вот идет все здесь я добавил вторую станцию то есть нет второй путь к этой станции вот теперь у нас уже разгружается на правой ветке топлива на левой ветке у нас привозят со стройматериалы вот и также суда добавил к этому маршруту мы можем видеть так это у нас город котельники вот автозамена транспорта потому как уже здесь вот мы можем видеть транспорт уже подходит к сроку эксплуатации вот сделал автозамену и уже у нас машины сами заезжают в депо и выходят новые так поехали дальше что у нас здесь помните да у нас здесь пролегала дорога железная вот так вот прямо туда я сделал иначе теперь у нас два пути идут сюда вот к этой вот станции также ее немножко передвинул вот добавил немножко зелени для красоты чтобы как-то немножко отличалась вот от другого от другой местности и вообще от этой травы зеленый вот так дальше что у нас здесь здесь также по-прежнему у нас стоит значит станция с сырой нефтью только я ее также немножко передвинул добавил вторую второй путь пока что я его не задействовал но на всякий случай оставил мало ли что он пригодится вот так же добавил немножко вагонов вот к этим составом как к сырой нефтью вот теперь мы уже можем грузить 195 единиц сырой нефти вот везем их вот сюда и отсюда же как и обычно один состав везет туда на этот город топлива кстати сюда тоже смотрите добавил вагонов этот кажется 210 до 210 он берет вот и еще один состав который приезжает сюда это вот по этой ветке он забирает топливо и везет в город велючинск наш вот здесь по-прежнему у нас вот этот идет центральный путь вот этот путь я его построил рядом со станции то есть вы видите да он не касается этой станции здесь как бы он экспресс идет не не касается этой станции также здесь было у меня место вот между путями и я решил вот сюда вот притулить вот этот вот ангар то есть депо наших поездов вот кстати сюда нужно еще добавить немножко светофоров но в принципе я не думаю что здесь они сильно нужны потому как здесь едет только один поезд вот разве что то такого вот сюда может быть так этот поезд едет только сюда да да нет здесь они не нужны по сути они нужны вот здесь как я поставил перед въездом потому как у нас здесь два состава ездят вот если один состав находится на пути второй здесь ожидает так же самое и с этим путем так поехали дальше помните раньше у нас туннель был вот здесь даже след немножко остался он пролегал вот туда и выходил какой-то вот с той стороны сейчас же у меня идет путь вот от станции ровно прямо вот по прямой врезаемся в туннель и выходим вот аж вот сюда вот раньше мы вот здесь выходили сейчас вот здесь мы выходим так дальше у нас идет развилка но здесь как обычно вот кстати смотрите ожидает поезд освобождение пути сейчас там поезд проедет сигнал светофора и этот состав кстати да вот он уже едет здесь у нас по-прежнему здесь пока изменений принципе таких не было обычная заезд-разъезд на станции кстати эту станцию я планирую немножко изменить в плане местоположение вот сюда вот ее поставить для чего для того что я хочу так чтобы с каждой станции поезда заезжали либо на станцию либо мимо нее то есть допустим вот у нас имеется одна станция вторая чтобы железная дорога не пролегала просто вот сюда вот а именно каждой станции вот сюда а потом дальше суда дальше ну и уже куда ведет дорога вот к этой вот такие вот такой вариант у меня сделать сейчас я вам покажу наподобие чего вот давайте посмотрим наподобие вот этого вот к примеру отсюда мы забираем инструменты и так далее проезжая мимо этого завода вот дальше проезжая мимо вот этого завода вот ну и так далее дальше по пути что у нас еще здесь изменилось здесь вроде бы как больше ничего вроде бы да а единственное убрал отсюда депо потом я его поставлю все равно я когда буду менять эту станцию вот здесь все равно пути надо будет как-то их изменять изменять все равно удалять вот так что потом это все сделаем сразу же дальше здесь у нас идет путь вот этот вот этот путь у нас для топлива то есть он снабжает городу топливом вот у нас так три путя идет к этой станции и наконец-то я сделал станции как меня и просили в комментариях многопутная вот чтобы не была однопутная а сразу же чтобы несколько поездов разгружались и вы знаете довольно таки неплохо у нас получается то что бывает иногда что и два состава сразу приезжают вот и вот и разгружаются одновременно кстати еще к составу который снабжает вот этот город это у нас вот он смотрите самый длинный я добавил 20 вагонов и того у нас 300 единиц топлива мы можем перевозить так здесь почему-то как-то все разобрали нету ни одного топлива так мы вроде бы здесь на складе имеется на производство 700 немножко упала так давайте посмотрим что у нас здесь 77 но все равно еще требуется а вот здесь здесь наверняка уже под сто процентов ну да почти поэтому суда не не так сильно требуется но все равно мы можем видеть у нас здесь на складе имеется довольно таки много вот и что я еще заметил что вот одна один такой значок это означает 10 единиц какого-либо товара который находится на нашем складе здесь давайте посмотрим проверим допустим топлива 110 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 дам все правильно 11 значков по 10 того у нас 110 единиц нам дает все верно дальше поехали что у нас здесь еще изменилось но по-прежнему у нас две станции стоят все работает нормально у нас как и коммерция таки промышленная зона все доставляется туда куда нужно с имея ввиду согласно потреблению вот допустим у нас здесь кстати немножко не дохватывает но уже ничего страшного в дальнейшем можем можно добавить скажем вот эту установочку да не но это очень сильно много это 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 также немножко не дохватывает но ничего страшно вот это станция довольно таки отлично имеет отличную площадь охвата так что здесь пока не жалуемся в дальнейшем вот здесь я не зря сделал такой сквозной путь на этой станции в дальнейшем мы будем снабжать вот эти города то есть также железная дорога будет прилегать и вот здесь доходить вот может быть как-то в эту зону затем в эту зону ну и так далее так что еще здесь я немножко вот добавил дорог так как сделал планировку примерно вот как у нас будет развиваться город ну и в дальнейшем конечно город сам себе если надо будет достроить какие-то дорожки вот я видел какой-то мод есть он дает городу развиваться именно вот в таких вот квадратах ровно что было такие прямоугольные там квадратные но не вот такие вот круглые какие-то непонятные вот например вот как здесь до треугольники это конечно же не очень удобного например вот как вот эта ситуация но уже здесь как город сам развивается уже ему ничего не сделаешь так что у нас здесь вот у нас техника и с инструментами немножко туго давайте смотреть в чем у нас проблема где наш состав кстати да вот еще здесь раньше у нас станция находилась кажется вот с этой стороны или погодите нет она находилась с этой здесь немножко остались следы от экспериментальной версии я заказом тоже думал может быть с этой стороны поставить но оказалось нет вот кстати место где у нас находилась станция сейчас же она идет значит двух с двумя путями то есть один сквозной такой здесь проезжает вот этот наш состав вот кстати наверное надо добавлять сюда не 91 хотя бы где-то 130 140 единиц каждого каждого товара так едем дальше дальше у нас здесь как обычно вот здесь без изменений как было так и осталось так ну на той станции то же самое но здесь смотрите как-то что-то много всего здесь наверное опять дерева не хватает на 5 не хватает дерева и у нас не успевает производиться техника давайте смотреть в чем проблема на вроде прибывает но как-то с опозданием неужели там у нас да нет вроде бы смотрите дерево есть наверное путь путь слишком длинный вот и поэтому у нас долго все вот это доставляется хотя я смотрите добавил вагонов довольно таки много сколько 208 вагонов много вместимость маленькая поэтому получается такая такой вот длинный состав но перевозит он не так много как и хотелось вот отлично прибыло у нас дерево сейчас будет будет у нас дальше производиться техника которая у нас не достает так здесь по-прежнему сталь привозится здесь также все по старому что у нас с угольной станции здесь тоже я пока ничего не делал но планирую провести заняться вот этой хлебной хлебным производством именно связать ее с с жидкостью то есть здесь опять же надо будет все удалять все сносить и заново прокладывать все пути здесь также будет станция находиться так ее можно где-то вот с этой стороны пустить чтобы у нас поезда ехали значит хлебный завод будет прижать мимо угольной а угольная будет поворачивать туда ну как обычно здесь у нас все вот давайте наверное так и начнем начнем мы с того что скорее всего загоним весь транспорт в депо это у нас линия первое которая у нас снабжает вот это все что мы делаем мы загоняем и продаем весь транспорт и удаляем саму сам маршрут так дальше это нет здесь зерно тоже это не здесь так дальше у нас имеется вот этот вот маршрут который снабжает вот этот город я предлагаю пока что приостановить все что связано с этим городом потому как у нас приоритете сейчас есть другие города более развитые чем эти вот и пока с этим мы немножко приостановим и что еще хочу сказать вот на такие маленькие расстояния можно даже пускать транспорт не обязательно делать железную дорогу вот которая здесь просто не поместится нигде поэтому здесь можно пускать транспорт так дальше вот здесь вот это у нас что хлеб в велючинск также загоняем весь транспорт и удаляем маршрут все так хлеб отсюда сразу пропал и это можно удалять удаляем сейчас транспорт заедет в депо депо главное вот довольно таки далеко там у нас получается вот а мы пока по удаляем здесь всю всю дорогу которая у нас которая пролегает вот через все это до нашего города здесь у нас будет только железная дорога так давайте немножко подровняем местность подготовим ее к строительству так ну и планируя сразу вот с этой станции вот так вот по прямой сюда привозить пшеницу поэтому ставим сразу же так где у нас вот она грузовая 22 погодите нет здесь не нужно два здесь надо больше путей давайте пока сделаем три на всякий случай вот а если что в дальнейшем можно сделать можно добавить если нам понадобится так давайте немножко повернем я вот таким вот образом все вот так здесь она будет находиться сразу же и все что которое будет соединять это все так вот на оставим так то как то кривота у нас идет 超 старше а вообще роли принципе не играет так сейчас я здесь немножко удобно так а почему строительство невозможно так какое строительство если я хочу сносить это все причем здесь строительство так все здесь так это мы сносить вроде можем до выравниваем местность как обычно вот у нас обычная процедура идет перед строительством вот так значит что у нас здесь будет во первых станция вот такая вот давайте пока что с двумя путями сделаем пока временно примерно вот как то вот так вот вот а я думаю так самый раз даже немножко повернем вот сразу же проводим дорогу так ну и начинаем прокладывать железную железную дорогу уже так вот здесь мы начнем с этого пути так и сейчас мы посмотрим примерно вот в эту сторону надо будет идти главное чтобы у нас здесь не было гор доводе местность не такая не такая гористая поэтому я думаю проблем не должно быть прокладываем вот такими вот участками чтобы у нас и не сильно дорого было но и таким образом мы можем регулировать сам по вот этот подъем железной дороги так эту дорогу мы сейчас уберем которая у нас здесь находится так давайте начнем вот с этого уже с этой стороны чтобы примерно видеть как вести ее более ровно так вот сюда или можно вот так вот нет так вот не нужно потому что очень будет у нас ведь вот эти квадратики они указывают на то что насколько глубоко или высоко у нас будет местность изменена сама сам ландшафт вот здесь вроде нормально у нас получилось без всяких вот этих неровностей можно даже вот так пройтись по путям и подра подровнять саму сам путь чтобы не было никаких чтобы было в общем ровно так это у нас сделано дальше что нам необходимо сделать в дальнейшем это проложить следующий путь через вот эту реку и через вот эту вот станцию скорее всего поэтому что мы делаем сносим вот эту всю дорогу которая у нас ведет в город вот где-то вот так вот до сих пор сразу же выравниваем местность а то потом забываешь и оставлять это все на потом как-то я думаю неправильно сразу же делаем чтобы потом не возвращаться к этому так ну и как я и сказал здесь у нас будет находиться также грузовая сквозная которая будет как и заезжать таки выезжать вот вот с этой вот стороны дальнейшем я соединю ее вот эта станция будет у нас как и угольная вот так и проезда так ну как-то вот где-то вот здесь можно будет это сделать чтобы не сильно так но я думаю вот так вот будет вполне себе нормально вот все подравниваем сразу же все неровности так что мы делаем значит вот этот путь вот этот крайний у нас будет отвечать за хлеб поэтому ведем его суда вот как-то вот так дальше здесь у нас идет мост 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 почему-то красным цветом погодите сейчас надо будет так а в чем проблема в чем проблема а вот что-то ему не нравится здесь видимо сильно что-то не подходит ну разве что только вот так вот да погодите а если сделать вот отсюда во о сейчас смотрите лучше вот сейчас получается у нас так ну и здесь уже соединяем вот с этим путем так здесь все подравниваем сразу же так первый маршрут у нас есть и второй второй маршрут с этой станции через эту и до вот этих путей так как мы сделаем здесь нам придется сделать немножко кольцевой такой заезд скорее всего поэтому что мы делаем здесь у нас будет так стрелка вот как то вот так вот я думаю стрелка и которая будет с ожиданием конечно же потому что городить еще один путь я не хочу так здесь нам придется уже немножко вот так вот разворачиваться что ли так да знаю я что-то мне дороги подождите что у меня торопите так скоро здесь конечно маленькая ну что поделать уже как получается у нас здесь так ну и дальнейшем вот здесь по прямой опа здесь у нас немножко неровной неровность ландшафта видите да так но здесь уже проще простого просто ведем до этой станции и все здесь у нас то подъем то спуск смотрите какая у нас получается дорога вот опять спуск кажется у нас идет лето что у нас какая-то немножко непонятно ладно уже оставим так немножко здесь у нас оказывается низина так нет так не пойдет идем по участкам ой а все такое куда пропала вроде бы нажал и пропала почему непонятно так здесь же соглашаемся потому что здесь уже без этого никак но можно вот таким вот способом решить эту проблему всем по сути здесь у нас все готово смотрите станция путь все проклады проложено и все готово к поставке что нам осталось сделать так это построить само депо значит депо у нас будет одно депо будет здесь так куда мы его поставим даже пока честно говоря не знаю можно где-то вот здесь его притулить вот с этой вот стороны немножко подальше подальше 20000 нормально я думаю по цене и по местности смотрите ровненько все так здесь мы также прокладываем дорогу и здесь уже ставим стрелку стрелка стрелка у нас будет примерно даже вот так как то и здесь уже ведем вот сюда вот так сразу же сюда ставим светофор и и один светофор вот сюда так так вот здесь мне не нравится что такое вот немножко неровно все теперь что мы делаем создаем линию линия цвет у нас будет желтый потому как пшеница и это у нас линия поезда так пишем пшеница и скот ну как обычно как у нас и было так и один добавляем станцию раз и два все здесь устанавливаем чтобы загружалась полностью так дальше следующая линия это у нас вот такого цвета то есть хлеб так же называем поезд и хлеб хлеб можно даже велючинск назвать велючинск вот так что было понятно откуда и куда что мы возим и сразу же вот на эту станцию здесь также полностью загружать все вот еще один нюанс сюда я забыл поставить светофоры значит один светофор сейчас дождемся пока уедет этот состав и уже можно будет ставить наглядно что было так вот она стрелка и примерно где-то ну вот здесь даже вот вот здесь можно да так один здесь один здесь и один получается с выхода да или с выхода не нужно да по сути с выхода и нам не нужно поэтому только так поставим так еще нам нужно вот здесь состав не здесь а вот на эту на эту линию это у нас линия чтобы не городить еще одно депо поэтому просто соединяем вот так вот наши 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 пути таким вот образом здесь мы ставим еще один очередной светофор только один потому как сюда будут приезжать поезда только те которые будут выходить из депо на этот на эту линию так ну что ж давайте давайте покупать составы так ну во первых как обычно у нас вот такой вот тягач идет стандартный довольно таки мощный покупаем так у нас есть вот еще вот такой вот смотрите пять семьсот десять сто шестьдесят двести километров но вот этот посильнее давайте наверное все таки брать вот этот вот все равно деньги есть девать их некуда так состав купили дальше вагоны вагоны у нас должно быть именно вот этим скот пластик техника продукты товары скот а пшеница погодите пшеница бревна сталь доски уголь инструмент продукты а пшеница где скот техника а где вагон для для пшеницы а вот зерно елки-палки так это получается нужно ставить ну давайте так раз два погодите здесь зерно значит раз два три четыре пять сделаем и пять таких скот тоже раз два три четыре пять вот запускаем на линию вот это оп все поезд поехал на и погодите елки-палки надо было нет стоп 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 а давай в депо надо было в начале выгнать тот который с хлебом купить поезд так так также берем вот этот вот и вагоны здесь у нас у нас должны быть продукты по идее продукты да раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять вагонов я думаю будет вполне себе достаточно здесь хлеб ага вот оно что ну как нет если есть возможность это только если это только если назад а мы вот как сделаем по хитрому мы его типа вот на этот маршрут отправим на самом деле мы его потом изменим сдадим назад и он уже поедет на свой маршрут вот такой вот свет у нас теперь уже мы знаем что здесь у нас везется так автосохранение как обычно у нас подвисает всю игру так здесь он ему хватит длины для разворота интересно я думаю должно в принципе хватить не такой он усилий уж сильно длинный вот это новая модель состава точнее вот этого тягача он более мощный и посмотрим насколько он эффективный по сравнению с теми же так сразу же мы здесь его разворачиваем поп и отправляем на на хлеб все отправляем на хлеб вот с этой вот станции так что еще я забыл вот что самое главное чтобы было потребление нужно установить погодите давайте выпустим второй поезд погодите где а вот этот выехал вот этого так пшеница вот все поехали теперь нам нужно поставить значит потребление то есть давайте посмотрим это у нас коммерции да поэтому 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 а в принципе то у нас же стоит маршрут вот он погодите вот маршрут принципе есть отсюда забирать хлеб и поставлять сюда то есть то есть то есть ничего не нужно делать по идее не дают мне нажать на эту один процент вообще капец поэтому по по идее вот сюда должно быть у нас разгрузка хлеба производится так так этот поезд сейчас должен проехать а он уже проехал то все правильно тот маршрут он проехал и здесь у нас уже смотрите хлеб появился потому как здесь у нас уже были продукты не продукты а а я не виду зерно и скот так здесь пока у нас сориентируется эта станция с маршрутами пройдет определенное время желтые желтые вот такие вот кстати а вот это и все желтые да а если допустим именно а не получается именно этот вагон выбрать ну ничего страшного так я думал для скота сделать отдельный цвет вот как вот сам цвет этого 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 животного так ну ка все он здесь развернулся и поехал за первой партией хлеба ну что ж на этом все спасибо всем за просмотр сегодня мы организовали вот такую вот поставку хлеба в этот наш город и уже за кадром я посмотрю как это что такое здесь творится такая толпа ничего себе 87 человек это почему так здесь они ого ничего себе вот это задержка у нас и только вот на этих трех остановках непонятно почему а здесь что творится 200 человек здесь как бы не скажешь что здесь 200 так ладно с этим потом нам сейчас главное снабжать хлеб сюда в общем увидимся уже следующей серии всем спасибо всем удачи и всем пока спасибо 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 спасибо